Маленький дисклеймер Маленький дисклеймер Итак, дорогие зрители, всем привет, с вами Джим Рейнов И сегодня я бы хотел с вами поговорить немножечко о литературе А конкретно о Вархамере в литературе В силу накопившегося у меня некоторого опыта А именно, если не ошибаюсь, 28 прочитанных книг только по Ереси И еще где-то 7 недочитанных сборников рассказов Думаю, я имею некоторую компетентность в этом вопросе Сначала я думал рассказать вам о книгах, которые не стоит читать Из-за цикла Ереси Хоруса Да, и такие есть Но решил все же начать сначала Итак, для начала Почему бы я пропал на книги 30-го тысячелетия, а не 40-го? Ну, давайте сравним список 40-го и 30-го Хм... Вам... Вам не кажется, что... Что-то тут не так Уж какая-то уж больно большая разница Может быть, каждая из них качественная? В 30-м тысячелетии... возможно В 40-м... не уверен Хоть здесь список и заканчивается 2018-м годом Думаю, вы понимаете, насколько их тут больше И у них есть одна общая и большая проблема Проблема межсерийности сюжета Если открыть добрую половину книг по Сороковнику То вы обнаружите то, что там сюжет начинается в начале книги И заканчивается в конце книги И больше о нем вы нигде не услышите То есть обозначается какой-то конфликт Персонажи с ним справляются Или же его всырают Конфликт просран Артефакт потерян Хаос там провел свои ритуалы Или же хаос остановлен И все Вот и все Откроешь любую другую книгу Об этом даже не вспомнят Как будто бы этого и не существовало И это, между прочим, касается не только других авторов То есть один автор написал про одно Другой автор написал про другое Это касается и одного и того же автора В частности То есть у нас есть какой-то условный Денабнет Он пишет книги про, допустим, Гвардию Если не ошибаюсь У него было там про первый и единственный И у него же там про Инквизицию Да, это конкретно совершенно разные места Совершенно разные структуры Но в этом и проблема сроковника То, что большинство книг там либо ничем не связаны Или же написаны в жанре болтер-порно-превозмоганий Или же лазган-говно-страдания Ну и немножко превозмогания Ну и по сути своей являют очень расширенные вставки Лора из кодекса Там параллельно с правилами Всегда написано Пара-тройка таких небольших историй Чтобы вы понимали За кого вы вообще играете Собственно, это не хейт на стол Я и сам в какой-то мере настольщик Ну а тут, по сути дела Ну такие разнообразные Так сказать, художественные буклетики О том, что происходило на столе То есть вы играете там за какую-то гвардию Допустим, вы просто меситесь с каким-то хаоситами А вот вам книга Где художественно описано каких-то персонажей Которые тоже месятся с хаоситами И что? Вот у тебя есть какой-то именной персонаж Тебе понравился Доберешь менечку И подписываешь ее там Какой-нибудь комиссар Зажобск-13 На этом, на блистере Все прекрасно, хорошо Итак, суммируя вышесказанные Большинство книг из 40 Те, которые имеют нормальный сюжет Такие, как, например, комиссар Каин Ну, типа, для своей публики Так, чисто отдохнуть Инквизитор Эйденхорн Рэйвенор чуть поменьше От Эйденхорн прекрасно Какой-нибудь там 15 часов Вот это вот все Оно, конечно, в себе прекрасно Но глобально Изменений в Империуме Вы от этих книг не увидите Как по мне, намного интереснее было бы читать Книгу про какую-то оборону планеты За гвардию Если бы эти события, например, в Тридцатнике были И они своими действиями, допустим, удерживали коридор Из Империум Секундуса Для Сани, Санечки Сангвиня Нашего В систему Солар Где он будет в следующих книгах Помогать оборонять Теру Мы будем знать Каким чертовым образом Он прошел через гибельный шторм Таким образом Банально книга про оборону планеты За гвардию Станет хоть и не самостоятельно качественной Но, возможно, важной перемычкой в сюжете А тут, то есть, Империум чем начал Тем и закончил В глобальном смысле В нем ничего не поменяется От сюжета этих книг Они нужны просто, чтобы Понять, чем является Вархаммер То есть, вы читаете о гварди Вы читаете о космодесанте И еще о ком-то Каким-то отдельных Вне структурных персонажах И таким образом Познаете, из чего состоит Вархаммер в целом То есть, из чего состоит мир Бесконечной войны И ключевое слово Бесконечность То есть, развитие вы там не увидите За редчайшим исключением Среди таких редчайших исключений Ну, что там Войны зверя В каком-то там Тридцать... Как он? В 33-м тысячелетии Там Себастьян Тор Даже тот же самый Крестовый поход На Саббат Или же Махариуса Ну, они Ну, вроде как что-то решают А вроде как Ну... Вау, вы присоединили Еще один регион И что? Вау, в Империуме Новый регион Вау Классно И чё? Медленно Лор начал двигаться Только в 2017-м году С Крестовым походом Индомитус С воскрешением Робалта Жилика И Всеми событиями Вокруг этого Сейчас Тут у нас Цикл Психическое пробуждение Честно говоря Я не знаю Что там происходит Ну, судя по тому, что Никаких Архиинтересных Новых Ну, не только Маймасов Но, все же Их Нету В пабликах По Архамеру Думаю Ничего там Архи важного Не происходит Да, локальные Важные события Происходят У нас тут Цикатрикс Маледиктум Перерезал Империум напополам То есть, вроде что-то Обновилось Но так как Все это привязано К настолке То Пока продается Настолка Никакого Конца времен Из Age of Sigmar Господи Какого Age of Sigmar Прихода Age of Sigmar С окончанием Старого мира С помощью Конца времен То есть Когда Старую ФБ Просто Обнулили То есть Этого не будет И поэтому Все эти книги Мне напоминают Вступление Из Battlefield 5 Где Была Вступительная Миссия И там Давали Поуправлять По 2-5 Минут На разных Театрах Боевых Действий За разных Персонажей Родовойск В разных Событиях И Постоянно В самые эпичные Моменты Переключались Между Этими Событиями Мол Показывая Z That is War То есть Такова Война То есть Вот так Вот это Все Происходило Тут Самопожертвование Тут Эпик Тут Мы Эпично Терпим Ну это Что-то Примерно Похожее Показывает Ну Книги По Сараховнику В то же Время В цикле Ереси Хоруса 85 Или же Даже 90 Процентов Книг Рассказывают Аспекты Того Или Иного Момента Как Империум Докатился До Жизни Такой Почему Те или иные Легионы Предали А кто Остался Лояльным Почему Механикус Теперь Не могут Изобретать А раньше Они могли Раньше Они могли Изобретать И успешно Этим Занимались Одна из Книг Которой Я сегодня Расскажу Будет Как раз Об этом Ну и Собственно Самый Главный Вопрос Чего же Император Хотел На самом Деле То есть Не то Что нам Рассказывает В лоре Сараховника То что Как бы Волу живой Божок Труп на троне Омнисая Который Защищает За импера протект О смерти Не думай Веры на щит Наш император Нас защитит И все В этом духе То есть Он задумал Не это А светское Общество Прогресса И Коммунизма Ну ладно Может быть Даже дальше Чем коммунизма Перескочив Его А сейчас У многих Особенно У хаосоводов И Эльдара И таоводов Вводится Такое мнение То что Император Ну просто Собирал Каменные Покеболы Всей галактики Как бы Собери их Все Итак С чего Нам стоит Начать Если вы Уже Влились В Архаммер И Как говорится В одной песне Знаете Всех Примархов Наизусть То В целом Можно начинать Сразу С ЕС Но Все же Если вы Недавно Влились Фанбазу То Многие Рекомендуют Начать С такой Общепризнанно Вступительной Серии Книг Это Инквизитор Эйзенхорн В первую очередь Это Трилогия Которая В начале В начале Нулевых Денавнет Так Сказать Ну Не то Что Переизобрел Инквизицию Скорее В полной Мере Впервые О ней Написал Всесторонне Поэтому Там Будет Очень много Вступительных Описаний Которые Дадут Новым Игрокам Какое-то Понимание Устройства Империума Ну и в целом С нее можно начать В том плане То что она Достаточно Легко Написана И Денавнет Является Ну я не знаю В тройке Или в пятерке Лучших Писателей По Вархамеру Уж по Известности Точно И Он Очень легко Написал Эту серию И Ну Как сказать Если вы ее Прочитаете И Вам не понравится То есть Вообще Не тянет Дальше Читать На середине Хотите бросить Хотя Очень часто Бывает у меня Такое Что первая Третья Или половина Книги Это такое Душное Знакомство И Вливание В то Чем Хотят Заниматься Персонажи То есть Мое Роднение С ними А уже Вторая Половина Книги Идет Как по Массу Ну Конечно Это Долго Многие Говорят То что Четверть Прочитай А дальше Если Не понравилось То бросай Но В целом Вот это Такой Тест Для вас Хотите Либо На самом деле Читать Книги По Вархамеру Если Же Вам Не Понравилось Но Вы Все Равно Хотите Читать Дальше Вакуум Можете Еще Попробовать Книгу 15 Часов Это Короткая Книга Где-то Половина Может Треть Романа По Толщине О Гвардии Тоже Очень Качественно Написано Там Достаточно Маленький Промежуток Времени Внутри Сюжетный То есть 15 Часов 15 Часов И Немножко До Этого То есть Там Первая Одна Пятая Книги Будет До Этого А Четыре Пятой Книги Будут Описывать 15 Часов Жизни Гвардии Вот Так То есть Для тех Кому Не зайдет Инквизиция Но Я бы Все Рекомендовал Инквизицию Я Для начала Прочитал Трилогу Инквизитора Потом Еще И Рейвенора Трилогию Она Чуть Более Душная Она Специфическая Просто Для Начального Уровня Понимания Вахи Я Много Не Уловил Ну А Дальше Что Я Прочитал 15 Часов И Перешел К Ереси Хоруса Для Того Чтобы Начать Читать Книги По Сорковнику Денавна Инквизиция И 15 Часов 15 Часов Там Меньше Нужно Знать Для Денавна Чуть Побольше А Именно Кто Император И Хорус В чем Их Было Противостояние Общими Мазками Кто Такие Космодесантники То Собственно Что Это Вообще Такое Титульная Фигня Вархаммера Между Прочим Если Вы Не Знаете То Не Знаю Вы Наверное Случайный Человек Который Попал На Это Виде Здравствуйте Дальше Кто Такие Пстайкеры Варп Что Такое Варп Что Такое В любой Другой Вселенной Также Кто Такие Сервиторы Важно И Собственно В общих Мазках Кто Такие Механикус Почему Вот так Вот Почему У нас Тут Монополию На технологии У Механикус Тоже Общими Мазками Достаточно Ну И Наверное Что Такое Мир Улей Без Понимания Миров Улей В Вархаммере Никуда Думаю Этого Будет Достаточно Чтобы Прочитать Книи По 40К Поймете Хотите ли Вы Читать Ересь Потому Что Многие Говорят Она Сложнее Хотя Во-первых Тут От книги До Книги Некоторые Книги По Ереси Являются Не Самостоятельными И Их Нужно Считать Строго В Правильной Последовательности Относительно Других Книг Как Самостоятельное Произведение Они Слабые Ну И В целом Более Сложный Сюжет И Специфический Пафос Продолжение следует